Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на очередной панели второго форума Джаза Кроссбордерс. Джаз поверх границ, меня зовут Кирилл Машков, я главный доктор российского джаза в издании Jazz.ru. И мне поручено представить вам вот этих вот замечательных людей, которые осветят вам следующую тему. Репертуарная политика больших залов, как артисту попасть в программу. У нас в программе произошла замена, и как раз я предложил бы начать говорить именно человеку, который заменил другого спикера. Для меня это приятная и интересная замена. Мне приходилось работать с новосибирской филармонии, вести фестиваль, даже фестиваль в Новосибирске, который проводит новосибирские филармонии уже много лет. И сейчас перед нами первым начнет говорить Бейбит Мухаммедин, это генеральный директор Новосибирской филармонии. Приятно еще и потому, что человек джазовый, человек, который 10 лет проработал в биг-бенде Новосибирской филармонии под руководством Владимира Толкачева, Одном из лучших джазовых оркестров России. Также с нами сегодня в этой панели участвует Евгений Стадушный, это генеральный директор Красноярской филармонии. Участвует Фернандо де Сузо, это Португалия, программный директор Дома музыки в городе Порту. И Джейсон Олейн, Соединенные Штаты Америки, программный директор джаз в Линклин-центре, одной из крупнейших концертных организаций в Нью-Йорке, в крупнейшем городе США. Слово Бебиту Мухаммедину, мы говорим о том, как работает джаз в филармонии, в большой областной филармонии, одной из крупнейших в стране, как артисту, как джазовому музыканту попасть в программу филармонического зала. Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, действительно, я попался буквально с корабля на бал. Что могу сказать про наш филармонию? Новосибирская филармония является самой крупной филармонией в Российской Федерации. Это количество творческих коллективов. У нас есть 19, у нас работают подразделения более 80 человек, ну и, соответственно, мы являемся самым крупным учреждением культурного в Сибирской области. У нас есть два концертных зала, один зал на 1000 вместо, другой зал на 420 вместо камерного зал. Мы проводим огромное количество джазовых проектов, так как я сам человек из джаза. И закончим мы в Сибирской консерваторию по классу тромбона. Вот, если пора еще играю, я хочу сказать, что мы проводим в год более 100 концертов на наших площадках. У нас есть три джазовых абонемента, один из них детский. У нас, мы проводим огромное количество концертов в области, популяризируем джаз, приглашаем огромное количество наших партнеров. Мы город Новосибирск, вы, наверное, все как-то знаете, что город Новосибирск, это прям джазовый город. Город молодых людей, город студентов, город культур, науки и образования. У нас больше ничего нет в медицине газа, поэтому мы попытаемся вот это искусство очень сильно поддерживать и транслировать. С точки зрения, скажем, развития и привлечения на нашей площадке наших новых слушателей, вот я слушаю, везде на всяких панелях, на различных панелях. Вот мы там работали на панельной классика. Хочу сказать, что везде возле залах одна проблема, проблема привлечения молодежи на своей площадке. У нас в целом, слава богу, нет проблем, все хорошо. А вот если говорить по дискуссии, как молодому человеку или любому музыканту джазового направления попасть к нам в концертную площадку, мы как бы говорим, что нам все интересно, мы открыты, мы проводим сессионы, и мы с моим приходом организовали один из джазовых клубов. Мы приглашаем молодых, устраиваем всевозможные форумы для обсуждения и продвижения данных проектов. Сейчас мы планируем в мае месяце большой джазовый фестиваль, который у нас проходит практически ежегодно. Этот фестиваль будет 30 лет. This year the event had marked 30 years anniversary, Sip Jazz Fest. Что сказать? Скажем, при планировании каких-то своих концерт по России, не забывать, что в Сибири всегда вас ждут. Единственное, что мы свои сезоны планируем уже до 23-го года. Может быть, это немножко не совсем, наверное, правильно с точки зрения планирования в Российской Федерации, но мне так удобно планировать, подписывать договора и сейчас работать на перспективу. Вот у нас такая точка зрения. Поэтому welcome, мы готовы вас видеть в наших стенах. У нас потрясающая публика, прекрасный зал. У нас есть отдельные программы, которые мы делаем для людей старшего поколения, так называемые джазовые среды, под названием джаз, под которым можно танцевать. Делаем специальные пронтозвательные проекты. Мы делаем проекты, связанные с дни, с молодежью. У нас два своих потрясающих коллектива, Биг Бенд Вадимир Толкачева и сибирские тексты. Которые очень многое конструируют, приезжают, представляют наши регионы на различных форумах. Поэтому сказать о том, что Новосибирск там как-то выпал из среды джаза, наверное, это не про нас. И мы строим, Игорь Бутман, частенько бывает у нас в гостях, со своим коллективом, приезжают с самым лично. Ну, скажем так, что мы сделали с последнего. Звот назад мы подписали меморандум о сотрудничестве со школой Беркли. Вы, наверное, знаете эту школу. И вот уже по этой ленинге там приезжают ребята, молодые музыканты, учащиеся этого колледжа, которые приезжают, дают мастер-классы, делят свои последними впечатлениями, своим искусством, своим образованием. У нас, наверное, как и в других городах, у нас есть там Сибирская консерватория, музыкальный колледж, огромный сибирский музыкальный колледж. В связи с этим, как вообще-то всегда открыто и всегда есть возможность проявить себя в той или иной степени, скажем, как музыканты. Может быть, классическим музыкантам, может быть, джазовым музыкантам, может заниматься этно-музыкой, может заниматься различными другими велиными искусствами. Но вот с этой точки зрения мы как бы пытаемся, как крупная фирмония именно в нашем регионе, поддерживать все направления. Поэтому, когда к нам обращаются те или иные группы, мы всегда с удовольствием приглашаем. И решаем и финансовые вопросы, и вопросы, связанные с логистикой, и с гостиницами, как это обычно происходит. Как правило, это не совсем там сложный технический райдер у этих ребят. Поэтому вопросы по ходу вашего представления. Скажите, пожалуйста, о критерии попадания в вашу программу, что должен такого предложить артист, чтобы вам это действительно было интересно, как крупному филармоническому центру? Вы знаете, прежде всего, как и любые руководители, я все пропускаю через себя. Я сначала сам слушаю, потом отправляю своим коллегам, и мы коллеги принимаем решение. И о том, что хотим мы этого человека видеть в нашей площадке или нет. Потому что, скажем, имея такие площадки в центре Сибири, понятно, что идет огромное количество предложений. Огромное. Просто вы не представляете, какое огромное количество идет предложений со всех стран. Люди, которые хотят просто прийти в Сибирь, как туристы, еще и поиграть. У нас есть свои консульства, посольства, у нас рядом Китай, у нас рядом Южная Корея. Мы, скажем, до Китая нам летит полтора часа. До вас летит четыре с половиной часа, до Китая полтора часа. Ну и, соответственно, этот рынок очень такой богатый музыкантами. Они играют в свою музыку. И мы, конечно, тоже с ними сотрудничаем. Поэтому критерии мы будем только парсионализм. Понятно, что если вы, скажем, только-только взяли в руки инструмент и выучили там пару цифровок, это не для нас. У нас есть такая площадка в музыкальном колледже, мы ее можем предоставить и там договориться, и вы там также можете дать концерты. Но профессиональная сцена требует профессионального подхода. Спасибо вам. Спасибо вам. Евгений Стадушный, Красноярская филармония. Я так понимаю, что сейчас у нас в дело пойдет видео, презентация и прочие чудеса современной техники. Слово Евгению, каковы критерии крупнейшей в Восточной Сибири филармонии, краевой филармонии в боре тех музыкантов, в данном случае джазовых музыкантов, которые предлагаются к выступлению на юссценах? Добрый день, коллеги. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашей дискуссии. Я попросил технического специалиста запустить презентацию, чтобы у гостей встречи было представление о том, что мы такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. И если можно, пустите слайды презентации на экран. Как вы заметили, доминирующая в городе архитектурная конструкция, которая определяет культурную жизнь, культурную музыкальную жизнь не только Красноярской, но и всего огромного Красноярского края. Красноярский край – это примерно две Франции и еще немножко останется для различных мероприятий. Следующий слайд, пожалуйста. На базе Красноярской филармонии существует набор резидентов. Я вкратце расскажу о них, и потом вы поймете, почему это важно. Это несколько оркестров. Это, как вы видели из видео, набор фольклора национальной народной культуры края и России в целом. Известнейший танцевальный ансамбль имени Гаденко, который представляет российскую культуру за рубежом по всему миру. Детский хор, орган и малые формы, такие как детский театр. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Консессор спокойно работает без подзвучки. Большой зал. Изначально строился для танцевальных коллективов, но здесь происходят большие события, приглашенные солисты в любых жанрах. Итак, теперь поговорим, собственно, о критериях, по которым мы осуществляем свое творческое программирование. Когда вы выходите с предложением в концертный зал, вы должны понимать точку входа. Для вас точка входа не всегда генеральный директор. Обычно это человек, занимающийся технически программированием, заместитель директора, например, по концертной деятельности. То есть это ваш прямой контакт. Выслая предложение такому человеку, вы должны понимать, через него проходит, как правильно сказал мой коллега Бейбит, сотни, если не тысячи таких писем. То есть должна быть понятна сразу концепция. Что вы предлагаете, почему именно это? Дальше. Чем ваш проект реально уникален? Чем он отличается от десятков таких же проектов из других городов и других стран? Третье. Это качество исполнения. Если вы придумали неувлекальную идею, но не можете воспроизвести ее на надлежащем уровне, это вряд ли будет нам интересно. Обоснованные финансовые затраты. Трезво оценивайте свои аппетиты. Ну, простите, я говорю таким практическим языком, но это важно. Потому что при создании какого-либо творческого продукта, часто артист обуревает этот флёр гениальности и понимает очень необоснованный ценник. Например, вы можете быть востребованным на культурной карте Санкт-Петербурга, но это не значит, что вас знает хотя бы один человек в Красноярске. На это нужно делать скидку, входя в новый рынок, вы должны инвестировать в первую очередь в себя. Пятое. Это возможности оптимизации расходов. Что я подразумеваю? Наша страна большая, ее география достаточно понятна, потоки, по которым путешествует культура, тоже ясны. Например, если вы собираетесь в Сибирь, продумайте тур из нескольких городов, это позволит нам, как концертным площадкам, разделить ваши тревел-расходы и, соответственно, повысить вашу привлекательность при принятии обоснованного финансового решения. Интересная тема с социальным государственным заказом. Вы все помните, как в нашей стране относятся к праздникам, памятным датам. Если вы придумали что-то тематическое, может быть, я говорю банальные вещи, но об этом стоит подумать. Новый год, Рождество, Масленица, 8 марта – это частично решает наши задачи. А, соответственно, если вы помогаете нам решать наши задачи, мы будем открыты к тому, чтобы помочь решить вам ваши. И эксперимент. Из всего, что я перечислил, возможно, если вы предложите что-то, что реально раздвинет границы нашего восприятия, мы с удовольствием на это пойдем. То есть не стесняйтесь рвать шаблон и, как апологеты своего творчества, доказывать, что это интересно. А гастролеры, которые к нам приезжают, могут попасть в филармонию и одним интересным способом. Делая совместные проекты со всем тем количеством резидентов, которые уже у нас существуют. Поэтому, прежде чем писать, изучите деятельность учреждения, в которые вы заходите. Посмотрите, чем занимаются его коллективы. Возможно, вам будет иметь смысл выйти на руководителей творческих, да, артистических директоров этих коллективов. Обсудите их потребности. Если вы создадите с ними совместный продукт, он будет гораздо более востребован и, скорее всего, получит одобрение у творческой комиссии, которая будет его обсуждать. Я привел несколько банальных тезисов, для чего часто вы заходите с интересным предложением, но оно оформлено так дико, так противоречиво, что из него ничего не понятно, главная мысль скользает. И программному руководителю легче переместить это письмо, не знаю, в папку спам или в отложенные и не разбираться. Во-первых, любой имейл должен быть адресным и содержать сопроводительное письмо. Не на три страницы четко, ясно, кто вы, зачем пишете, что хотите предложить. Дальше обязательно говорите о детальной программе. Не то, что вы придумали фантастическое джазовое Рождество, например, да. Список произведений, продолжительность, участники, наименование солистов, все должно быть уже готово. Про обоснованные финансовые условия я вам сказал, если по какой-то причине вы поедете, например, за 1000 долларов в Новосибирскую филармонию, а мне будете предлагать проект за 2000 долларов, это вызовет вопросы. А информация о финансовых условиях любого коллектива, она так или иначе курсирует в среде профессионалов, и это нужно понимать. Не жадничайте. Ссылки на видеозапись вашего выступления. Я всегда могу найти их в интернете, но это не уважение к моему личному времени. Если вы приготовили пакет, выслали, я могу переслать ссылки своим экспертам, консультантам, они могут это быстро рассмотреть в хорошем качестве. Это всегда говорит вашу пользу. У нас создается более полное впечатление о том, что именно вы делаете. И, конечно же, сформированный пакет рекламно-информационных материалов. Некоторые солисты присылают уже готовые афиши своих проектов, куда нужно просто добавить логотип филармонии и указать время и дату. Вы не представляете себе, как это удобно, и в ситуации сжатого временного лимита я понимаю, что, о, вот оно готовое, действительно, раз-два, через две недели я выхожу в рекламу и продажи. Мне это интересно, вы мне помогаете, соответственно, это повышает ваши шансы попасть в наши программы. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Евгений. Это действительно впечатляет. Я чувствую, что большой опыт работы стоит не только за словами, которые вы произносите, но и за той, так сказать, сдержанностью, с которой составлены эти тезисы. Мы продолжаем сейчас представлять наших спикеров. Каждый из них выступает в представлении своих заведений. Сейчас мы переходим на англоязычную часть участников, поэтому те, у кого есть устройство синхронного перевода, сейчас самое время их надеть. Синхронный перевод у нас идет постоянно, и качество весьма высокое. Спасибо большое мастерам, которые вас осуществляют. Человек, который представляет, наверное, одну из крупнейших джазовых концертных программ в мире, одно из крупнейших специализированных джазовых концертных заведений. Я не могу не выразить свое личное восхищение тем, как это все устроено и работает. Я несколько раз был в здании программы джаз в Линкольн-центре. Это отдельное здание на одной из центральных площадей Нью-Йорка, на Колумбус-Циркул, здание, в котором есть несколько специализированных залов, построенных специально для исполнения джаза. Ну, причем, конечно, об этом Джейсон Олейн расскажет сам. Джейсон Олейн, пожалуйста, начинайте свою презентацию. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо за представление. Я бы хотела начать с видео, которое нужно запустить. Кроме того, сообщите мне, если я буду говорить слишком быстро. Сейчас я представлю вам обзор нашего центра. Я в этой организации чуть более 30 лет. Я не знаю, что они живут, что они занимают мне. Я в этой организации чуть более 40 лет. Я бы всегда говорил вам обзор. Я бы сейчас говорил вам о том, что я делал Высоколадку. Я стараюсь, сколько вы делали. Продолжение следует... 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 Музыка хочет увидеть молодые люди, которые учатся в музыке, и если они любят и любят, они учатся и учатся, что музыка нужна, не только джаз, но и все музыки. Через джаз мы узнаем самую разную музыку. Когда что-то еще говорит к душу, это модель, и искусство не обожает. Дюк Эллинтон как-то сказал, что музыка не обожает, но и не обожает, но и не обожает. Музыка бывает только хорошая и не очень хорошая. Когда мы играем джаз, мы играем фейс джаз. Можем играть музыку Луис Труи, Армстронга, фри джаз, импровизацию. Любой жанр джаза для нас важен. Тридцать лет джаза. Думаю, это видео наглядно показывает, чем мы занимаемся в Линкольн Центре. Мы находимся на 5-й этапе, мы находимся на площади Колумбос-Сархол. Невеликотный Колумбос-Сархол. Мы имеем концертный концерт, который был представлен в этом видео. Мы имеем еще один этап, который называется аппелл, который находится около 492. И мы имеем клуб, который открылся на несколько концертных залов. И клуб, который открылся 7 дней в неделю. Он называется Тизи. И кроме того, мы открыли площадку в Шанхае недавно, случилось год назад. И поскольку мы нехомерческая организация, у нас главная цель создавать общество энтузиастов джаза по всему миру. Конечно, мы продаем билеты и получаем цену какую-то прибыль. У нас есть оркестр в джазлинг-центре, который часто концертирует по 18 недель в году довольно много. И кастроли – это тоже возможность, чтобы у нас будет прибыль. Однако также это возможность показать наше искусство по всему миру. Кроме того, нам часто помогают фонды, благотворительные организации и частные жертвователи. Однако, хотя мы и не коммерческая организация, нам довольно важно планировать бюджет и поддерживать свою деятельность. Кроме такой коммерческой концертной деятельности, у нас есть также и пробонная часть. Поэтому главное для нас – это действительно доставлять прекрасную музыку огромным аудиториям. Каждый год мы выбираем определенную тему, которую подчинена наша творческая программа. Мы планируем эти темы на 20-3 года вперед. Составляем план на 3-5 лет иногда. Например, в этом году можно мне, пожалуйста, начать презентацию PowerPoint? Вот сейчас вышелся сезон 2017-2019 года. И тема, общая тема для этого года – это джаз в других видах искусства. Как джаз взаимодействует с другими формами искусства. Это не значит, что мы представляем других артистов, которые не играют в джаз. Для нас такая коллаборация – это отправная точка составления программ для оркестров с сентября до сентября. Потом мы берем концерты с сентября по июнь. Наш оркестр играет 10-12 разных программ. Одна из них здесь. Повещена фестиваль «Теламиус Монка», который у нас проходит практически каждый год. И мы задействуем все наши площадки. Наш оркестр провлекает 5 молодых аранжировщиков в возрасте от 19 до 30 лет. Чтобы создать новый аранжировский «Теламиус Монка» для нашего оркестра. И мы выступаем на большинстве, не на дворе каверных сценах. Вот, например, русский музыкант, его зовут Рассел Холл, он контрабасист. И он нашел совершенно новый подход к работе «Теламиус Монка». Он радовался с Емайки, поэтому он привезли шестивальность нотки, как Рассел Холл, он контрабасист. А так есть у нас и именитые музыканты. Мы сотрудничаем примерно с птилистер, различные музыкантами. И, разумеется, концерты в клубе вместе так же проходят, объединенные этой темой. Таким образом у нас получается прям такая семейная атмосфера на фестивале. Для нас очень важно воспитывать свою аудиторию, формировать свою аудиторию, как вы уже говорили. В Сибири есть огромная молодая аудитория для джаза и выстраясь, выжигать джаз в эту аудиторию. И я так же считаю, что подобные концерты такие артисты, как Рассел Холл, которые начали играть в нашем клубе. На джам-сессии, в четверг, пятнадцатом, ночные сессии, которые продолжаются с полдвенадцатого вечера до двух ночи. И он начал там играть, представлять свою музыку, играть целые сеты и работать с аудиторией. Это очень сильно развело его как артиста. Это определенная школа молодых исполнителей, которую мы предлагаем. Мы просто представим возможность такими исполнителями играть в клубе Тизи. Затем они могут переходить на вечернее представление. В качестве гостя на концерте другой группы. Или даже возглавить какой-то коллектив. А затем в третий карьере в оркестре, в линкольн-центре. И мы часто помогаем артистам, начать карьеру таким образом, и начинаем отыграть на нашу представление. И они затем передвигаются на другие позиции в нашей программе. И нам очень нравится быть частью такого профессионального роста. И мы всегда стараемся предоставлять возможность молодым артистам стать лидерами джаз-бэндов, лидерами оркестров. Вот несколько фотографий про шоу, которые мы представляем. Например, Диан Шу, поезд песни бэйси. Это не действительно правда, потому что я уверен, что есть будущий джаз-оркестра в каждом стране. А вот в преступлении, в преступлении, в преступлении, в преступлении, в частности, в молодом аркестре. Так называемые семейные концерты. У нас также проходят семейные концерты для детей. Мы также упоминали такие мероприятия. У нас есть специальная программа для детей до 12 лет. Также у нас есть программа для детей, которым 10 месяцев в год в рамках этой программы у них есть возможность взаимодействовать с музыкантами, поиграть. Они получают некую информацию о музыке и также задействованы в игровой деятельности. Это было на прошлых выходных. Мы стараемся использовать различные виды джаза. Мы не то чтобы какое-то стандартное учреждение. Есть различные платформы для музыкантов. Так, например, Роберт Аспер не обязательно должен играть только у нас. Есть много разных возможностей. Но мы стараемся концентрировать нашу программу вокруг артистов, у которых просто нет другой возможности выступать где-то. И в целом мы стараемся представлять артистов, которые составляют часть нашего наследия в том числе. Иногда проще продать тематическое шоу. То есть Саша, он очень известный музыкант и его карьера развивается. Для него продать шоу с 2000 билетами на 500 мест на несколько вечеров это довольно большая удача. При этом важно придумывать иногда какую-то тему и работать над этим с музыкантом. То есть можно предложить ему тему и использовать некую концепцию. Это один из примеров. Вот на этом слайде. Это два молодых исполнителя Вероника Свифт. И 20 с чем-то. И еще один молодой пилец из Южной Африки. Каждый год мы устраиваем примерно двухнедельные гастроли по США. И в этом году мы включили их в эти гастроли. И для них это была прекрасная возможность. Кроме того, они также выступали в Шанхае. Это пример нашего сотрудничества с оркестром из Румынии с Виндоном Марсалисом в Нью-Йоркской филармонии. В следующий раз мы планируем сотрудничать также на нашей площадке. При этом у нас был уже успешный опыт с различными проектами в этом направлении. Кармен Далавалат. Это ее собственное шоу. Дэрил Лео Смит. Удивительно талантливый саксофонист. Также один из примеров. Мы постоянно стремимся сохранять некий дух джазовой музыки. Основные на наследии. Майлс Дэвис, Луи Армас, Армстронг и другие артисты. Мы хотим играть именно такую музыку. При этом в джаз бывают разные. И мы хотим, чтобы на нашей сцене Криатив был реализован. Диан Ривз. Кроме того, мы организуем концерт в честь Оскара Петерсона. Джеральд Клейтон. Бенни Грин. Робби Боттас. То есть это совместный проект. Он также включает театральное представление и радиоспектакль. Радио выступление. Кроме того, в рамках этого проекта выступает большой коллектив. И мне кажется, что этот проект будет замечательным. Сесиль Маклорен Салван, если вы до этого ее не слышали, то пожалуйста, узнайте. Это настоящая артистка. Она удивительно одарена. И она удивительно передает всех каждой песни. Это семейный концерт. Маркас Миллер делает электрическую часть Майлз Дэвису. Маркас Миллер. Мы организуем выступление оркестра в честь Майлз Дэвису. Кроме того, мы организуем выступление в честь возрастных музыкантов. Я очень быстро сейчас иду по репертуару этого сезона. Прошу прощения за эту скорость. Это джаз в синематографе. Мы сотрудничали с создателем документальных фильмов. То есть это для нас также прекрасная возможность представить новую интерпретацию кантри-музыки. А для него прекрасная возможность представить новый фильм. И также здесь задействованы самые разные имена. Марта Стюарт и так далее. У меня вопрос к вам. Вы находитесь в центре мира джаза. Там, где создается джаз. В эпицентре джаза. Насколько легко планировать программу для четырех площадок. Потому что, да, там выступают известные имена. Но для музыканта за пределами этого мира, как, например, для музыканта из Санкт-Петербурга. Он может мечтать, следует ли ему мечтать попасть на какую-то небольшую сцену. Или ему... То есть выступать на небольших площадках. Или ему стоит переехать в Нью-Йорк. Переехать в Нью-Йорк еще в самом детстве. И вообще до начала появления каких-либо амбицировых направлений. Нью-Йорк действительно столица джаза. И в мире очень много городов разных, которые вдохновляют музыкантов. Где вы можете быть знаменитым или затеряться. Когда вы не живете там. Например, Фернандо и я просто говорили, что для Джаза Линкен-Центра в 2021 сезоне Нашем 20-21 сезоне мы посвятили тематику джазу как международному языку. То есть не обязательно жить в эпицентре джаза. Мне кажется, что... Очень многие международные музыканты будут выступать на наших площадках. В том числе Игорь, например, представит свою группу. И мы будем сотрудничать с этим направлением. Кроме того, в Португалии будут проходить фестиваль, где будут на одной сцене играть разные группы. Но иногда это работает именно так. То есть мы представляем джаз из самых разных стран мира. Мне кажется, что если за пределами этого мира где-то есть прекрасная музыка, то стоит ее показать. В Нью-Йорке очень сильное русское сообщество. И они поддерживают музыку музыкантов. Я посетил четыре года назад фестиваль в Польше. Я понял, что там есть очень много прекрасных групп, которые можно задействовать. Мне кажется, что однажды мы организуем даже польский фестиваль на нашей площадке. То есть такой опыт тоже может помочь. Спасибо. И последний спикер, господин Фернандо де Суза из Португалии. Дворец музыки в Португалии. Фернандо, расскажите нам, пожалуйста, о вашем учреждении. Добрый день. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за приглашение и за возможность узнать великолепный город, увидеть великолепный город Санкт-Петербург, познакомиться со стольким количеством прекрасных людей. Я первый раз приехал сюда, и мне очень здесь нравится. У меня есть презентация. Но, наверное, я подробнее хочу рассказать о проекте и немножко затронуть презентацию. Наше учреждение – это площадка Порта. Порту – это север Португалии. Это фонд. Это фонд, который оказывает услуги на общественных началах. Это значит, что мы продвигаем музыку музыкантов, которые не могут получить услуги где-то в другом месте, потому что они не соответствуют определенным критериям. У нас есть программа и тематические мероприятия. Мы занимаемся современными классическими направлениями. Есть очень много жанров – джаз, электронная музыка, современная музыка. И мы занимаемся всеми направлениями. Каза де музыка означает все жанры музыки. То есть это понятие включает абсолютно все музыкальные направления. У нас есть местные группы, которые работают у нас. Есть также оркестр, четыре оркестра. Фонический оркестр, оркестр барокко. И есть хор, оркестр современной музыки. Кроме того, у нас есть собственная служба, которая занимается коммуникацией с музыкальными школами в рамках города. В рамках этого взаимодействия реализовано несколько проектов. Это очень интересная программа. К сожалению, нет времени осветить ее. Каждую неделю проходят новые мероприятия. В рамках такой программы симфонический оркестр и наш хор выступают на различных площадках. Мы представляем музыку со всех точек мира. Как уже упомянул мой коллега, я готов услышать какие-то вопросы, комментарии, предложения. Мне кажется, что музыка должна быть очень высокого качества. Необходимо привлекать именно качества и коллективы. Не важно при этом, откуда эти коллективы. Россия, Северная Америка. Именно этой стратегии мы и придерживаемся. Я хотел бы сейчас затронуть свою презентацию. Престижное учреждение в Европе, которое открыто всему миру. Один из самых больших концертных залов, построенный за 100 лет. Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс. 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 Сталин. Таймс. Чем-таки, Таймс. Другой отavoядки. Таймс. Оркестр барокко, Касса де Мюзика. Хор Касса де Мюзика. Образовательная служба. Это наша образовательная программа с Японии, которую мы проводили. Клубные вечера, у нас есть отделение электронной музыки, там играют диджей и живые коллективы, проходят вечеринки, передлятся всю ночь. А вот место возле Касса де Мюзика, там есть место, куда приходят кататься скейтеры, потому что там очень удобное пространство для этих целей. Вот краткий обзор того, что предлагает Касса де Мюзика. В январе начинается новый сезон, январь-декабрь, но Джейсон is a different system, we have the year from January to December. So this is the theme of next year, we call it Novos Mundus, means New Worlds, which is known as America, American continent, North, Central, Caribbean and South America. So we're going to give this theme to a lot of our music, Novos Mundus, means New Worlds, so it's a kind of eclectic programming, but with preference to music from those regions of the globe. музыки из того, из той части света. Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all around the world. И все, что с ним связано. Идализировал его. Путешествую в Америку. Это презентация наших коллективов резидентов. Современная музыка. Современная музыка, оркестр. Здесь свой хор. Мы продаем абонементы, они уже есть в продаже сейчас. Перед Рождеством у нас большие продажи, потому что наши абонементы люди часто дарят в качестве рождественских новогодних подарков. Мы проводим циклов. Мы проводим циклы концертов. Живая музыка и кино. Это кино Билла Моррисона. Еще один фильм Буниуэля, например, будем показывать под музыкой. Меня любятушку розыщить. АВТЕЛЬ Fluid АВТЕЛ tryout. России Идем АВТЕЛЬ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Он на первом этаже И там каждый день проходят какие-то концерты Каждую субботу там проходят джазовые вечера Там играют не только португальские музыканты Мы приглашаем артистов со всего мира Ну и местный джаз у нас тоже очень сильный Поэтому мы очень рады предоставить эту сцену талантливым молодым музыкантам, потому что они действительно этого заслуживают. Молодые музыканты у нас выступают по четвергам. Наши музыканты гастролируют по Португалии, по Испании, по всей Европе. И мы всегда рады принять гостей на этой сцене, когда она свободна. Таким образом, в «Кассенде-музика» есть множество, представлено множество жанров. Для коллективов, которые находятся не в Португалии, не в Испании, даже не в Евросоюзе, имеет ли смысл попытаться связаться с вами и включить вас в свои европейские гастроли? Да, разумеется, приведу пример. У меня в Бразилии множество контактов, поэтому в «Кассенде-музика» часто звучат бразильские имена и бразильская музыка. И всегда есть множество возможностей взять на себя, передать расходы на путешествия на гастроли каким-то благотворительным учреждениям или меценатам. Всегда есть возможность изыскать финансирование на то, чтобы поехать с концертом за границу. Разумеется, если я найду интересный коллектив из России, Китая, Японии, я буду рад этим сценам. Однако мы не в состоянии покрыть дорожные расходы. Потому что, разумеется, мы оплачиваем выступления иногда символические, иногда более существенные, поскольку, разумеется, мы тоже несем расходы. Но я думаю, что даже такие гонорары очень не смогут для молодых музыкантов. однако я буду рад, если мое предложение предоставит площадку сыграет существенную роль в вашем гастролиуме. Ну, то есть, есть программа Министерства культуры, посвященная пропаганде российской академической музыки, симфонического искусства, оперного искусства, балета. Но у нас отсутствует пока государственная программа поддержки джазовой музыки и выездов отечественных музыкантов за рубеж. Пока при построении наших европейских туров мы опираемся на то, что у нас все-таки откуда-то должны быть деньги на оплату дороги, иначе нас не берут. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы немного перебрали по времени. Просто это было так захватывающе интересно, что мы просто кровью сердце обливались, когда я думал, что прерывать наших патчинных мест. Думаю, что в частном порядке каждый из нас может к ним подойти и задать вопросы. Если вы говорите английский, то поздравляю. Если нет, хватайте кого-нибудь, кто говорит и находится по близости, и приближайтесь к нашим гостям. Из-за рубежа. Ну, а наши, собственно, крупнейшие филармонические площадки, сибирские в том числе, здесь вот две опорные сибирские площадки, если у вас уже есть Новосибирск и Красноярск, это считает целый сибирский тур, уже потом возьмут и Томск, и Новокузнецк, и кто угодно еще. Они в вашем распоряжении, разбирайте их на части, мы уже в перчастном порядке за пределами сцены. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!